Наша бессознательная не управляется нашей волей. Невозможно успокоиться, сказав себе «Успокойся». Вот те, кто умеет ярко представлять, умеет управлять бессознательно, обида является частым и очень частым триггером появления онкологии. Вот то, что мы представляем для других людей, не стройте иллюзий. Мозг это притянет к вам. Алексей, вот ты же нам страх уберешь. Нет, не уберу. Сегодня немного поговорим о силе воображения. Мы недооцениваем, какой мощный ресурс у нас есть внутри за счет нашего воображения, образов, которые мы строим. Может быть, кто-нибудь из вас видел фильм «Секрет», замечательный фильм о том, как надо визуализировать то, о чем мечтаешь. Фильм стал бестселлером, несмотря на то, что это документальный фильм. Там раскрывается тайна, которую как бы от человечества все скрывали, религии, правители, о том, что нужно обязательно держать в голове тот образ будущего, к которому ты стремишься. Мы с вами уже говорили о том, что нельзя мечтать о деньгах, потому что их трудно себе представить, бессознательное не умеет считать. Наша бессознательная не управляется нашей волей. Невозможно успокоиться, сказав себе, успокойся. Сознание не очень управляет бессознательным. Ты себе говоришь, я не буду никогда и звонить, а пальцы набирают телефон. Ты идешь с друзьями в магазин, да мне ничего не надо, давайте я вас свожу в магазин, вы гости Москвы. Пока они выбирали галстук, ты накупил себе три сумки. Зачем? И вот насколько мы правильно управляем своими образами. В НЛП есть понятие субмодальности. Вот у нас есть три модальности, с помощью которых мы воспринимаем мир. Визуальное, аудиальное и киностетическое, телесное. Но у этих модальностей есть субмодальности, параметры изображения, звука, ощущения. Согласитесь, у телевизора на пульте есть яркость, контрастность, четкость, цветность. Мало того, есть размер телевизора, расстояние до этого телевизора. И наши эмоции зависят от того, как ярко мы представляем. Вот те, кто умеет ярко представлять, умеют управлять бессознательным. Но кто-то этим неправильно пользуется. Вот сидят два мужчины, рядом работают. У каждого из них красивая молодая жена. Один из них понимает, да, она красивая. Да, она красивая. Да, когда идет по улице, все хотят с ней познакомиться и знакомятся. Да, начальник на нее положил глаз. Да, коллеги по работе подглядывают в ее декольте, когда она пришла. Красиво одета на работу. И он это понимает. Ну, не надо было жениться на красивой. А рядом сидит его друг, у которого тоже красивая жена. И он себя постоянно накручивает, придумывает, как это происходит. И поэтому каждые пять минут звоните. Ты где была? Кто тебе звонил? Кто рядом с тобой? Почему не ответила? Он сам портит себе жизнь тем, что он визуализирует, представляет, ярко представляет. У меня с моим другом Костей Поповым есть такой проект. Мы в среднем где-то раз в год ездим на одном из наших великих парусников, Седов или Грузенштерн, и устраиваем недельный тренинг личностного роста. Там 180 человек команда, 60 человек офицеров, специалистов и 120 матросов, курсантов, мореходок. И вот эти офицеры же тоже уходят в отпуск иногда. И когда они уходят в отпуск, мы берем эти места и привозим туда министра, замами, губернатора, заместителями, владельца бизнеса с его командой. И проводим тренинг личностного роста. И когда мы заходим на корабль, и все видят вот эту 120-метровую красавицу, смотрят вверх, а там на высоте 60 метров верхняя рея. И мы говорим, а вы в шторм все у нас туда подниметесь. Кто-нибудь обязательно попытается, прям в порту, еще нет шторма. Пытается подняться по этой, по этим ступенечкам, веревочная лестница, через 5 метров спрыгивает, забивается в угол и, как правило, плачет от страха. Это очень страшно. Я уж не говорю, как страшно в шторм. А потом, когда мы проводим инструктаж с замечательным капитаном Михаилом Новиковым, капитан-наставник, он одновременно капитан обоих этих кораблей, самых больших парусников в мире, самых красивых парусников в мире, то мы обязаны им рассказать, что страховки нет, когда туда поднимаешься. И что за 100 лет этих кораблей, а им 100 лет, ни один человек, упавший с рейей, не доплыл до круга. И каждый потом ко мне подходит и говорит, Алексей, ну ты же нам страх уберешь? Нет, не уберу. А как же мы поднимемся? За мной, поднимитесь. Именно страх заставит вас, страх высоты, инстинкт высоты, это нормальный инстинкт, это абсолютно естественное, защита организма. И именно этот страх должен тебя не парализовать, а мобилизовать. И именно потому, что ты боишься высоты, ты будешь лучше цепляться, больше контролировать себя, лучше фиксировать каждое движение. И вот мы обучаем работать с образами, когда поднимаешься наверх. И у нас все поднимаются, все до одного. Не было ни разу, чтобы кто-то не поднялся. Великолепный тренинг управления собственными мозгами, собственным воображением. Воображение этих образов есть еще одно свойство. Наш мозг не может отличать те энграммы, следы памяти, о тех событиях, которые были, о тех событиях, которые мы сами придумали. И поэтому Врун, который 10 раз соврал по поводу какого-то события, он свято верит, что так оно и было. Мало того, даже на текторе лжи нельзя доказать, что это было не так. У него же память эта есть. И на этом держится огромное количество техник современной психотерапии. Техники, которые называются формирование новой личностной истории. Люди, которые умеют отпускать прошлое, обиду, вину, стыд, негативные воспоминания, ревность. Это люди, которые живут в совершенно другом мире. мы обучаем этих техникам своих пациентов. У меня есть такая процедура, называется перепрошивка. И вот обучение, работая с воспоминаниями, занимает практически полдня. Процедура занимает 12 до 32 часов. Так вот, половину времени мы работаем с прошлым, переупаковываем прошлое, чтобы это прошлое не ограничивало твое будущее, чтобы оно отпустило, потому что именно это непереработанное прошлое является частью причины гипертонии, диабета, псориаза, синдром раздраженного кишечника, язвы, а часто онкология. В Германии провели эксперимент. 10 тысяч человек, онкобольных, проанализировали их историю жизни, и оказалось, что за год-полтора до появления онкологии у каждого из этих 10 тысяч было событие, где он потерял какой-то важный для него неосполнимый ресурс, который вызвал у него состояние обиды. Обида является частым и очень частым триггером появления онкологии. У меня одной из пациенток, после того, как мы убрали две обиды, всего два воспоминания, научились с ними работать, прошел цистит, который она лечила 20 лет антибиотиками. У Станиславского в его знаменитой книге «Работа актера над собой» описан способ, как вызвать у себя слезы на сцене. Нужно представить, что ты на своих похоронах, и ты видишь, как несут гроб с тобой, тебе становится жалко, текут слезы. У артистов очень лобильная психика, слезы сразу текут. Как много могут изменить представление чего-то. И еще одна ошибка, которую мы допускаем, это когда мы кому-то желаем зла. Вот то, что мы представляем для других людей, не стройте иллюзий. Мозг это притянет к вам. Именно поэтому сейчас так модные и популярные дневники благодарностей, обучения людей позитивному мышлению, благодарности и доброжелательности к другим. Вот, вы знаете, у нас есть проект «Карма Тревел», и мы недавно были в Корее и в Японии. И в Японии были на Окинаве, это вот знаменитый остров долгожителей. Дольше их живут только на юге Франции. И мы разговаривали с этими долгожителями, у них есть некий кодекс, который даже описан в книжках. И мы ожидали, что в этих кодексах долгожителей очень много будет связано с едой, с какой-нибудь здоровой едой. А нет, оказалось, что жители Окинавы, они вообще свиноеды, они едят свинину, ту самую, которую наши нутрициологи очень не рекомендуют есть для того, чтобы долго жить. И у них только один пункт связан с едой. Это пункт, есть 80% того, что собирался. А все остальные пункты – это мышление, общение с природой, медитацией, трудолюбие, заниматься любимым делом, много общаться с друзьями, заботиться о ком-то и обязательно испытывать чувство благодарности к тем, кто этого заслуживает. Как много зависит от нашего воображения, можно сделать себя самым несчастливым человеком в мире, ревную собственную жену, постоянно накручивая себе воспоминания о смерти или желая зла своим друзьям. А с другой стороны, как можно изменить свою жизнь к лучшему, если думать о позитиве, наделять этот мир позитивными образами, благодарить тех, кто заслуживает благодарности, постоянно вспоминать хорошие события в жизни, а не плохие, с яркими суммодальностями, учиться отпускать плохие воспоминания. Ну, правда, надо понимать, что позитивное мышление в значительной степени удовлетворенность жизнью, это еще и генетика. На 50% это генетика, это мы тоже с вами об этом уже говорили, это содержание в головном мозге разных структурах четырех нейромедиаторов эндорфина, оксидацина, серотонина и дофамина. Но об этом мы и говорили, и, наверное, еще как-нибудь поговорим. Постарайтесь мыслить позитивно, научитесь техникам, как можно с помощью образов изменить свою жизнь. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok